Сегодня у меня на столе будет игра, в которой вы будете строить свое собственное фэнтезийное королевство и получать победные очки от того, насколько гармонично оно живет друг с другом. И, в принципе, если вы захотите, это может быть королевство эльфов, королевство тварфов, королевство людей, королевство, в котором будут жить они все вместе, или королевство гоблинов, если вы этого захотите. Итак, всем привет, с вами Юра, вы смотрите GeekMedia. На столе у меня сегодня легенда эфири. Это игра на карточном движке, в которой вы будете выкладывать в себя так называемое табло из карт, для того, чтобы от их взаимодействия и соседства друг с другом получать победные очки. Каждая карта имеет разные условия получения победных очков, плюс у вас будут карты специальных заданий, которые добавят вам возможность получения тех самых победных очков. Каждый ход вы будете брать одну карточку и заменять какую-то из тех, которые у вас уже есть в вашем табло, для того, чтобы максимизировать свою прибыль в конце игры. А выигрывает тот, кто после того, как у одного из игрока будут скрыты все карты, имеет больше всех победных очков. Давайте потихонечку разбираться, как играть в легенды эфири. Итак, изначально у каждого игрока будет 4 разных карты, открытые лицом вверх, они лежат в серединке, и вокруг них выложено 12 карт рубашечкой вверх. В зависимости от количества игроков, у вас будет использоваться разное количество карт в колоде, и вот здесь указано, какое количество игроков эти карты используются. И если, соответственно, вас четверо, то в общую колоду пришлось бы замешать еще и эту. Но у нас игра разложена на троих, показывать я буду ее так, как будто она играется на троих, поэтому у нас эти карты в игре не участвуют. Вот во всех вот этих картах внизу там есть какие-то тоже символы, и какие-то будут либо земли, либо какие-то жители, либо там может быть дракон или портал. В принципе, в игре не так много разных видов карт. По факту это земли, это могут быть горы, леса, болота или равнины. И все они дают ли позитивные, либо негативные очки тем жителям, которые живут рядом с ними. А живет житель рядом с ними, если у него есть общая граница карты, то есть не уголок. Также жители могут жить друг с другом в мире и согласии, либо могут друг с другом соперничать. Например, у нас люди живут со всеми, кроме гоблинов, в мире, и соседство человека и гоблина не дает негативных очков. А дворфы, например, и эльфы, как вот здесь вот, они друг другом воюют. И значит, что если у вас эти карты останутся до конца игры лежать вот так вот, то у вас будет конфликт. Это, кстати, указано вот здесь, отражено на этом флаге, на этом баннере. И вы получите минусовые очки в конце игры, но не то, чтобы сильно много, но тем не менее, лучше этого избегать, потому что здесь каждая очка на счету в этой игре. В свой ход вы имеете возможность либо взять карточку в открытую из сброса, и заменить ей любую карту у себя на планшете, отправив ее в сброс. Либо можете вскрыть новую карточку, вот так вот, и выбрать любую карту, вместо которой вы ее положите, также сбросив ту, или просто взять ее и сбросить. Карта портала — это специфическая карта. Как вы поняли, я вам уже пояснил, да, что... Вот, например, у меня карта человека, и у него прямо самой в ней написано, что если он живет рядом с равниной, он получает два победных очка. Рядом с горой — одно, и рядом с лесом — одно. То есть мой выложенный человек вот здесь будет получать одно победное очко за гору, и одно победное очко за лес. А если бы он жил бы вот здесь, он получал бы всего одно победное очко за гору, и минус одно очко за то, что живет рядом с болотом. Не любит никто жить рядом с болотами. Вот здесь, например, как я уже сказал, они получат минус одно очко, вы получат за то, что эльфы живут рядом с гномами. Они не очень любят с ними жить, с дворфами рядом, поэтому минус очечка было бы. Плюс эльфы не любят жить рядом с болотами, а дворфам, в принципе, барабану где жить. Главное, чтобы горы были рядом. Если Гура рядом, то два очка, а все остальное, в принципе, все равно. Так вот, порталы же позволяют делать следующим образом. Если бы у меня был портал, который лежал бы вот здесь, вот в этом месте, то все карты, которые соседние с ним, то есть вот эти три, считаются так же соседней с этой. То есть он создает вам такую вот линеечку, которая позволяет вам через портал проходить и увязывать гораздо большее количество карт. И если, соответственно, у меня вот здесь лежит человек, а вот здесь, здесь и здесь лежат равнины, то считается, что этот человек соседний с тремя равнинами, а это целых шесть очков, это было бы много. Но момент в том, что все карты, которые у вас лежат в табло, вы можете сбрасывать, меняя на другие. За исключением тех карт, у которых у вас замочек, а это карты, соответственно, портала и карты драконов. Карты порталов и карты драконов — это специфические карты. Как я сказал, порталы дают вам возможность соединять другие карты, а драконы, они лежат где-то у вас на табло, и их нужно приручать. Чтобы приручить дракона, вам понадобилось бы два человека. Хотя бы с двух сторон от этого дракона, чтобы он считался прирученным. И вот прирученный дракон дает вам все больше, больше и больше очков. Чем, соответственно, у вас больше драконов, тем больше очков. Но больше трех драконов иметь плохо, потому что у вас уже будет перенаселение драконами, и вы не сможете их кормить, и будете получать немножко минусовых очков. Но, тем не менее, за тех драконов, которые у вас хорошие прирученные, вы все очки получите. Вот. Это вот эти карты. Также здесь в колоде есть специальные карточки с гоблинами. Гоблины ни с кем не дружат, а кто любит жить рядом с болотами. И вот гоблин у меня вот здесь вот давал бы мне целых 3 очка. А если бы я поселился с ним рядом человека, вот так вот в какой-то момент игры, то человек у меня вот этот получил бы 1 за гору и минус 1 за гоблина. А гоблину, в принципе, барабан на самом деле рядом с кем жить, его люди не особо напрягают. И вот в итоге вы будете постепенно себе вскрывать карты все больше и больше и больше и больше. Собирать у себя все более крутые движки. Вы будете выстроять, например, там гоблинов рядом с болотами, рядом с другими болотами, рядом с другими болотами. можно окружить Гоблина четырьмя болотами, чтобы получить сразу 12 очков, а туда воткнуть куда-нибудь еще Гоблина, и он получит еще 6 и так далее. И рано или поздно у одного из игроков будут вскрыты все карты. И вот в тот момент, когда у одного из игроков все карты вскрыты, о, какой у меня неудачный пульт здесь одни земли, когда у одного из игроков будут все карты вскрыты, вот это прям плохой пример, потому что у меня здесь очень мало очков, все остальные игроки также вскрывают все остальные карты свои, и мы почитываем победные очки. Победные очки у нас складываются вот по такому листику, У меня вот здесь завернуто, потому что я тогда игру выиграл, и мне там, к моему счету, неприятный символ прорисовали. Вы получаете очки за эльфов, за дварфов, за людей, за гоблинов, за драконов и за выполнение специальных целей. Специальные цели — это у нас такие вот восемь карт, которые лежат и выкладываются из специальной колоды, которая называется колода легенд. В ней пять различных видов целей. Самая банальная из них — это вот такая и такая, например. Это иметь три равнинки, соединенные друг с другом, а вот эта, например, иметь три леса, соединенные друг с другом. И если бы у меня было бы вот так, то в свой ход я имел право бы забрать себе эту карточку, и она давала бы мне четыре победных очка в конце игры. На ее место сразу бы выложилась другая, больше одной по базе забирать нельзя карточки за ход, но у нас есть и другие задания. Другие задания, например, два против одного. Это значит, что мы, например, должны были иметь двух гномов, окружающих одного гоблина. Или двух эльфов, окружающих одного гоблина. А еще у нас есть карточки, которые говорят, что нам нужно иметь двух рядом гномов. Или двух рядом эльфов. Или, например, человека и эльфа рядом друг с другом. А еще есть карты, которые говорят, что у вас должны быть все четыре расы, в принципе, у вас там. И не обязательно должны быть они рядом друг с другом. И вот за эти карты вы получаете дополнительные победные очки и тоже прописываете их к себе в конце игры. Ну и это еще не все. В игре есть несколько модулей. Есть модуль вот с такими вот специальными зданиями. Вы в начале игры выкладываете на каждую свою карточку по одному такому жетончику. И в тот момент, когда вы эту карту должны были перевернуть, вы эти жетоны можете взять, а можете не брать. На этих жетонах есть специальные кристаллы, которые дают вам победные очки в зависимости от своей суммы, чисел, которые у них вот здесь есть. Там есть карточки, которые позволяют вам воровать жетончики у других игроков. Есть жетончики, которые позволяют вам менять карты у себя на игровом поле и так далее. Короче, много разных эффектов, у каждого свой набор. И даже есть предмет, который позволяет вам подглядывать эти жетончики, чтобы смотреть, какие вам было бы выгодни открывать быстрее. И в игре есть еще альтернативно кооперативный режим, где вы все вместе строите королевство для того, чтобы получить больше очков. Вот такая простая карточная игра. Единственный минус, на мой взгляд, в том, что она занимает достаточно много места. Все-таки, вот видите, на троих игроков разложились, и уже практически весь стол занят. Но, тем не менее, если у вас есть 20-30 минут, и вам хочется поиграть в карточную игру, и повыстраивать у себя какие-нибудь комбинации, для того, чтобы показать, что вы лучше остальных выстраиваете у себя карточки в ряды, то, как бы, легенды эфири вам подойдут. И это все на сегодня. С вами был Юра, вы смотрели Медиа. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok